До новогодних праздников остается совсем немного времени, и чем меньше у вас этого времени, тем дороже заплатите за все, начиная от подарков и заканчивая шампанским. Так считают эксперты. Траты требуют особого планирования и сдержанного подхода. Чтобы в разгар праздника внезапно не оказаться с пустым кошельком, лучше заранее спланировать сумму, которую вы готовы потратить. Обычно перед Новым годом многие магазины объявляют акции. И здесь тоже нужно быть очень аккуратным, потому что, возможно, это такой некий маркетинговый ход, когда, наоборот, сначала цену повысили, потом, соответственно, показали вам, что есть определенная скидка, и вы, рассчитывая на эту скидку, приобретаете какой-то товар. Поэтому лучше все-таки пройти по магазинам, поанализировать, то есть выделить определенное время для покупок, а не бежать за покупками 30 декабря. Любые покупки нужно совершать осознанно, лучше всего по заранее составленному списку. И подарки на Новый год исключением не являются. Эксперты рекомендуют не забывать сравнивать цены. Одни и те же товары могут по-разному стоить в небольших торговых точках, крупных сетевых магазинах и интернете. К тому же, в период зимнего ажиотажа вас могут поджидать аферисты. Накануне любых праздников активизируются мошенники. И люди должны быть предельно осторожны и аккуратны. Как не переходить по поддельным ссылкам, как не перепутать тот магазин, реальный магазин с каким-то там фишинговым сайтом. Как не поддастся на уловки мошенников и не рассказать им данные своей пластиковой карты, которые у них указаны. Поэтому советов достаточно много, но еще раз хочу сказать, что финансы – это такая тема, которая требует к себе определенного подхода планирования и осторожности. Специалисты по финансам рекомендуют взять на заметку несколько привычек. Первый лайфхак – начать вести учет доходов и расходов. Формат может быть разным. Это и специальные приложения, или обычная тетрадка с ручкой. Второй совет – создание так называемой финансовой подушки безопасности. Для личного спокойствия достаточно накопить сумму, которая будет равна доходам за полгода. Этих денег хватит прожить даже в самой сложной жизненной ситуации.